Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас на конференции Профидо. И простите меня за небольшой неформат, я случайно оказался в командировке в Русалимском университете, и здесь вокруг тепло и красота, у нас зима и холодно, и мне пришлось выездить на улицу из Хромакейной студии, чтобы поделиться с вами этим летом, хотя бы немножко. Ну что, поехали? Преподаватель. Я сам преподаватель, я вырос в семья преподавателей. Мы знаем, преподавание это искусство, мы актеры, мы в чем-то коверные клоуны в цирке, мы солисты в консерватории, мы удерживаем внимание слушателей, мы придумываем программу наших рассказов, это нас учет, наши харизмы, мы их заражаем тягой к знаниям и так далее. А когда мы садимся... Птички поют, я надеюсь, у вас в микрофоне слышно. Когда мы садимся перед камерой, и студенты смотрят на нас через призму вебинара, мы стараемся повторить вот этот наш подход. И вот с этой же любовью и страстью к качеству образования, к наставничеству для студентов, мы начинаем смотреть на большие, на более масштабные проекты. Так вот, хочу сказать вам следующее. Что с позиции руководства, с позиции людей, развивающих образовательную индустрию, образование это не искусство, и преподаватель это не актер, это индустрия. Это мощнейшая, огромная индустрия, с оборотом около двух триллионов долларов, вовлекающая в себя сотни миллионов участников на всех континентах. С огромной нормой прибыли. Это точно не дотационная индустрия, она приносит очень много в ВВП стран, и фактически это производство, это такой же производственный процесс, это не процесс творчества, как у художника нарисовал картину. Вот смотрите, когда-то был Сократ. Сократ учил своих учеников, обнимая за плечи и гуляя с ними по саду. И один на один он этому ученику рассказывал, он выбирал талантливых учеников, он подбирал темп и ход своего рассказа под потребности этого конкретного ученика. И мы знаем, имена учеников дошли на наши дни. А потом пришел феодальный строй, и уже не хватало вот Сократов, да, нужно было обучать не один на один, а большое количество людей. Была придумана классноурочная форма, когда один, условно назовем Сократ, хотя уже, наверное, не Сократ, стоит перед большой аудиторией и рассказывает усредненный рассказ средней массе. Качество образования резко упало, естественно, потому что оно перестало быть индивидуальным. И единственное, что сохранилось от вот этого рассказа один на один, это то, что по-прежнему, когда преподатель МТА проходит, можно почувствовать либо запах духов, либо запах пота, либо что-то подобное. Так вот это было в средние века, и до сих пор почему-то во вся жизнь наша изменилась, а многие из нас считают, что вот эта технология, она самая лучшая. В реальности, как я сказал, образование – это производство. Мы получаем продукт на входе, сырье. Это люди, которые к нам приходят для того, чтобы сделать что-то. И о целях мы поговорим чуть позже. И мы выпускаем готовый продукт. Готовый продукт – это наши выпускники. Кто занимается образованием корпоративным – это сотрудники, которые приходят не зная, уходят зная. Это студенты, которые поступают и выходят с дипломом и с соответствующим набором знаний, навыков, умений, как бы компетенций, как сегодня модно говорить. И это работает как производственный процесс. И не имеет никакого значения, как вы выглядите, что происходило, если на входе есть студенты глупые, а на выходе они умные, квалифицированные люди, или какие-то другие цели достигнуты, которые мы перед собой ставили, значит, процесс обучения хорошо работает. Здесь, если говорить о качестве, то, наверное, давайте подумаем. Вот если есть какой-то станок металлообрабатывающий, и он делает прекраснейшие детали, но ему нужен самый лучший в мире металл. И если металл будет не самый-самый лучший в мире, то эти детали уже можно будет выбрасывать. Он работает только с самым лучшим в мире металлом. А возьмем другой станок, который берет обычную сталь, например, российскую, любую, и выдает детали тоже очень-очень хорошие. Но они не для Рос-Ройса, но они прекрасно годятся, например, для Форда или других автомобилей. Вот какой станок лучше по качеству? Это большой вопрос. То же самое с образованием. Не факт, что Кембриджский университет – это вуз с лучшим качеством. Кембриджский университет лучше качества, в том числе, потому что он получает на входе лучший продукт. И вот так вот на эту индустрию смотрят. Массовое обучение, массовые образовательные проекты – это проекты, обучающие массы людей. Например, в России бухгалтера нужны во всех деревнях, поселках. Везде нужны милиционеры, везде нужны нотариусы, судьи, везде нужны инженеры, электрики, сантехники и так далее. И вы не можете дать элитарное образование всем. Поэтому у вас стоит задача, у вас есть человек, вы должны его научить, на выходе вы должны получить специалиста. Если смотреть на процесс образования, как на процесс производства, то сразу немножечко меняется картинка, которую вы видите. Давайте представим, у нас учатся 200 студентов. У нас проект 200 студентов. И предположим, мы придумали какую-то технологию, например, в нашей прекрасной группе Профидо нам подсказали более эффективную платформу вебинара. И там качество чуть получше, звук меньше запаздывает. И предположим, качество обучения, то есть эффективность обучения. Мы же помним, что мы занимаемся производством, у нас производственный процесс. А у производственного процесса есть эффективность. Значит, сколько нам это стоит, сколько по времени занимает, какой результат мы получаем, и все это вместе мы сопоставляем и решаем, хорошо или плохо. Так вот, эффективность удалось поднять на 10%. Ну, приятно, конечно, приятно. Давайте представим себе, что у нас 20 тысяч учащихся. И предположим, что мы придумали какое-то изменение в технологии, которое позволило поднять эффективность занятий на 10%. Грубо скажем, тысяча часов в год у нас учебных на 20 тысяч человек. Это 20 миллионов учебных часов. Сколько у нас стоит человека час? Но, к сожалению, сегодня у нас жизнь в России не очень богатая. Но, предположим, мы же все-таки по миру говорим глобальные проекты. Предположим, доллар в час. Значит, фактически 20 миллионов долларов люди затрачивают. 20 миллионов человек часов в год. И если мы повышаем эффективность на 10%, то мы получаем экономию из этого времени в 2 миллиона долларов. Кстати, предположим, что эти люди и платят по 1000 долларов нам за обучение. Или государство платит нам за обучение по 1000 долларов. Эти деньги в основном уходят на расходы. В том числе, кстати, на оплату преподавателя. Об этом мы поговорим чуть позже. Так вот, экономия в 10% она дает нам 2 миллиона долларов чистыми деньгами. 2 миллиона долларов. А теперь давайте подумаем. Есть же вузы, которые, как я сказал, в современной гуманитарной академии обучалось 200 тысяч человек. Андрейский университет 2 миллиона человек. Посчитаем там, какую экономию дает улучшение эффективности, усвоение знаний на 10%. Голова закружится от этих цифр. В нашей группе у меня есть коллеги, которые работали или продолжают работать в подобного масштаба организациях, как, например, в МСИ был такой университет, который развивал дистанционное обучение на заре его развития в Российской Федерации. У них от этих цифр, я вас уверяю, голова кругом не идет. Собственно, так оно и есть. А вот теперь давайте подумаем. Какие ресурсы мы с вами вкладываем в развитие наших технологий? Мы вкладываем время, мы стараемся, мы переписку ведем, мы собираем какие-то совещания. А представьте себе, что если вы сможете добиться 10% всего-навсего улучшения эффективности, то вы получите хотя бы 2 миллиона долларов. А в случае современной внутренней академии 20 миллионов. В случае андалисского университета, мне даже страшно произносить, в год какое количество денег мы как бизнесмены будем готовы на начальном этапе вложить в то, чтобы добиться этой эффективности. Опять же, вопрос продаж дипломов мы оставили. Мы про преступников и криминалитет не говорим. Кроме того, не забываем, что мы работаем на рынке. Это огромный рынок, 2 триллиона долларов. И здесь есть огромная масса проверяющих, которые хочет нас убить и съесть. Да и взятками всех не купишь. Соответственно, так же, как и с Coca-Cola, если она будет невкусная, ее не будет покупать, так же и с образованием. Она должна быть качественной, люди должны находить работу, они должны приходить обучаться, они должны платить деньги, либо государство нас должно любить, эти деньги нам эти субсидировать и так далее. Так вот, какую сумму мы будем вложить готовы, для того, чтобы получить эту экономию? Ну, естественно, очень-очень-очень большие деньги. Что, собственно, и происходит. Вопрос, во что вкладывают деньги эти организации? И как они смотрят на этот образовательный процесс, чтобы действительно поднять его эффективность? И вот здесь я хочу, наверное, большинству я подозреваю, я даже думаю, что почти всем, кто меня смотрит, сказать, что все-таки в нашей группе собрались такие образованные люди, интеллигенции, на большой процент научные работники, ученые. И в каждой своей области мы ученые. Когда мы пишем диссертации физики, экспериментальная, теоретическая, математика, доказательства. И мы точно знаем, что вот нельзя просто сесть и сказать, ну, наверное, Земля круглая. А другой говорит, нет, Земля не круглая, потому что мне так не нравится. Я хочу, чтобы она была треугольная. Есть наука и есть научные подходы. И у кого есть ученики, да, там, аспиранты, то есть большой опыт, как вот исправлять его видение этой научной работы, подходов, как собирать доказательную базу и так далее, да. И только почему-то, когда мы забываем, что мы физики, что мы математики, что мы социологи, и мы начинаем говорить про обучение, то здесь научные подходы совершенно не нужны. Это такая зона для фантазий. Мы можем, а сделаю-ка я вот такую фишку. Нет, ну ведь это всем понятно, что когда у нас живое общение, есть интерактив, то это гораздо лучше. Почему? Развивающее обучение, но это очень хорошо. Почему? Там нельзя студентов доставлять, зубрить, надо, чтобы они вникали, понимали. Почему вы так говорите? Почему вы в физике не говорите, ну, а кварки, да, они есть, там, бозон Хиггса. Конечно, Вселенная уменьшается, да. А здесь вы считаете возможным так говорить? Это не застольные беседы, это серьезный, как мы посмотрели, большой бизнес. Вовлечены огромные деньги, но это не важно, важно вовлечены огромное количество, большое количество судеб людей. Так вот, давайте на минуточку вспомним о том, что мы ученые, о том, что мы научные работники, и посмотрим на этот процесс именно так. В компаниях производственных сегодня реальные мозги, реальные ученые получают самые высокие зарплаты, потому что они помогают правильно и эффективно построить процессы, выдающиеся талантливые инженеры и так далее. Давайте попробуем поставить себя на их место. Что влияет на обучение? Значит, скорость усвоения знаний, так же? Как мозг запоминает информацию? Сколько эта информация в мозгу хранится? Да, наверное, так? Нет. Может быть и так, но это тоже неправильный подход. Когда мы развиваем любое производство, вообще любой процесс, первое, с чем мы должны начинать, и это я, кстати, вам расскажу не свои мысли, вот когда я говорил, что я буду делиться подходами реальных, больших, мировых лидеров, то это вот именно сейчас я и делаю. Я открою маленькую тайну. Гарвард – восхитительный вуз, MIT – боже, это мекка науки нашего земного шара, но только единственное, что сделало MIT, да, в их стенах родилась платформа, одна из самых крупных, и да, они открыли доступ к своим материалам, но они не занимаются дистанционным обучением, они не занимаются измерением эффективности, они делают открытые курсы. Открытые курсы – муки, откроем страшную тайну, это не будущее образование, это маркетинговый инструмент, мощнейший для крупных вузов. Как Уортону объяснить, что в какой-то степени они лучше, чем Гарвард? Мук – это прекрасный способ. Так вот, возвращаемся. Как работают лидеры? Кстати, я думаю, что MIT в реальности тоже так работает. Зачем? Первый вопрос – это зачем? Что мы хотим получить? И когда мы строим и проектируем технологии для определенного курса, то вопрос не в какие прекрасные технологии есть, вопрос – цель. Что мы должны получить в результате обучения? И, как правило, ответы на этот вопрос – ну, мы должны их познакомить, мы должны им дать общее представление. Нет. Как в образовательных программах? Это должны быть… В Европе это называется эффекты образования. У нас это, по-моему, называется компетенция. Есть знание, умение, навыки. Точно, что именно человек сможет делать, что он будет знать, что он сможет воспроизвести какую информацию. Вот эта задача. Зачем вообще мы его учим? И вот первое, нужно поставить себе эту задачу. Какую цель мы хотим добиться? Под эту цель мы должны понимать, если цель, чтобы студент усвоил определенный объем информации, то эффективность процесса будет проверяться, сколько информации ему дали, сколько информации в итоге он усвоил и за какой процент времени. Но в это можно далеко углубляться, а тем не менее к сути. Значит, есть исследование мозга, нейрология. Наука, которая занимается обучением, называется когнитивная нейрология. Я стою в одном из самых красивых зданий Иерусалимского университета. В Иерусалимском университете есть два больших центра. Один, огромный институт, новое красивейшее здание, не могу вам сегодня его показать. Совсем рядом здесь. Это институт нейрологии, институт, изучающий проблемы мозга. И недавно там была конференция по когнитивным процессам в мозгу. А рядом находится здание, в котором находится отдел, отвечающий за развитие электронного обучения в университете. А это крупнейший университет Израиля. Люди, которые занимаются электронным обучением, ни одного из них не было на этой конференции. Даже не выстраивается в голове связь, даже не выстраивается в голове мостик. Когда вы ведете занятие, и у вас 100 человек, и вы им на этом занятии показываете яркие картинки. А в следующий раз вы показываете им неяркие картинки. И они у вас в первый раз запомнили больше. И вы пишете на эту тему научную статью, что яркие картинки помогают запоминанию, это профанация. Так не работает. Это я вам говорю как социолог. Вот крупные организации, они способны проводить действительно настоящие серьезные исследования. Но есть одна маленькая тайна. Они эти исследования публикуют. И какие технологии хорошие, а какие нехорошие, в зависимости от цели, с которой мы развиваем, строим наш учебный процесс, можно решить, исходя из исследований в области когнитивной нейрологии, педагогики, разных областях, экспериментальных исследованиях. Вот экспериментальными, кстати, результатами очень мало кто в реальности делится. Но нужно понимать. Например, ну видео это хорошо, а вот вовлекающее видео это еще лучше, а слайд-лекция адаптивная, это, наверное, тоже хорошо. Так не говорится. Нужно передать определенный объем знаний. Человек должен эти знания запомнить. Как это измеряется? Мы даем человеку эти знания, проходит, например, месяц, и мы проводим тест на остаточные знания и смотрим, какая технология была более эффективная. Вопрос. У нас было занятие по химии, а сейчас будет занятие по маркетингу, а теперь мы будем обучать продавцов. Как понять, а какой объем знаний мы в реальности этому студенту передаем, чтобы померить, какой процент из них остался? То есть, как сделать так, чтобы объем знаний, которые мы им даем по истории, и объем знаний, которые мы им даем, например, по маркетингу, это одинаковые объемы знаний? На эту тему есть отдельные исследования, которые, как подходить к измерению объема знаний. Это не количество страниц в учебной программе. Вот так строятся подходы к обучению у лидеров. И когда какая-то организация хочет развить свое обучение, и обращается она в другую организацию, которая по всему интернету рекламирует, что она им, конечно, это сделать поможет, потому что они написали прекрасную платформу, они вложили в ее написание целых 5 миллионов рублей, хотя в Moodle мне даже страшно посчитать, сколько миллионов было вложено за количество лет, и VDX, и все остальное. Но предположим, и она очень классная и красивая, и вот мы уже Пупкину построили, и Петькину построили, и вот вебинары у нас тут полной рекой идут, и мы давайте вам сейчас все сделаем, и мы будем красивые, и главное, это дизайнеры, то вот таких людей надо гнать в шею, поганой метлой. Потому что делаться должно следующим образом. Вас должны спросить, какая цель вашего учебного процесса, что вы в конце хотите получить. Если вам говорят, что мы хотим, например, получить людей, которые умеют настраивать тонкими настройками какой-нибудь нанотехнологический микроскоп, то, наверное, снимать им видео на 15 часов абсолютно бессмысленно. Потому что там, допустим, есть три ручки настройки, и сначала им нужно дать почитать определенный там объем текста, потом им нужно дать симулятор, с помощью которого они будут эти настройки регулировать. Потому что мы не должны им передать большой объем знаний, мы их должны научить делать какие-то вещи. Ну и так далее. То есть вот это правильный подход к построению образовательных технологий. У меня остается совсем немножко времени, и я хочу вам сказать еще пару слов, последних на сегодня. Во-первых, на мой взгляд, правильный выбор технологии это универсальное понятие. Оно касается не только обучения, в частности, при проведении конференций. С точки зрения маркетинга наше сегодняшнее мероприятие прекрасное. Мы все собираемся в одно и то же время, мы чувствуем такое единение и так далее. А с другой стороны, если подумать, что мы все умные люди, и есть очень много исследований в разных местах по всему миру, которые говорят, что самый эффективный способ передачи информации – это чтение. Просто люди читать не умеют, их надо мотивировать. Но мы с вами очень сильно мотивированные, и мы с вами собрались тут в нашей группе люди, которые мы-то умеем читать и можем читать. И с моей точки зрения, правильный способ донесения информации – это именно чтение. Поэтому главная суть моего доклада, чуть более детальная и более подробная, будет вам доступна в письменном виде. Это раз. А два, я хочу вернуться к тому, с чего я начал, про преподавателей. Преподаватель – это не центр учебного процесса. Преподаватель – это инструмент в производственном процессе получения квалифицированных кадров. И вы можете, конечно, ходить там, куда хотите, и молиться на свою роль вот этого актера и наставника, и так далее, но в мире сегодня это не так. Преподаватель – это инструмент производства. Это инструмент производства сегодня съедает самый большой процент себестоимости учебного процесса. А чтобы процесс был эффективным, эту себестоимость надо сокращать. Поэтому все, на что направлено развитие современных технологий, и вы можете плакать, вы можете смеяться, вы можете делать что хотите. Но это то, что происходит в мире. Это максимально избавиться от преподавателей в учебном процессе. Потому что они мешают, потому что, да, если был Сократ, этот один Сократ, он один великий, то учиться у него один на один – это чудо счастья. И даже подсмотреть на видео, как он учит своего ученика, это тоже счастье. Но, к сожалению, мы не Сократы. В массе своей. И проверять, например, проверка творческих учебных работ сегодня в разных странах. Современная гуманитарная академия разработала технологию, в Америке разработана технология, в Израиле разработана технология. Проверки творческих работ роботами, не тестов. И она показывает гораздо более высокие результаты, более точные, чем проверка с помощью преподавателей. Даже peer-to-peer assessment, когда студенты оценивают друг друга, была интересная дискуссия в нашей группе на эту тему. Но в массе своей, когда дебилы оценивают дебилов, посмотрим через 10 лет, кто из нас дебилы, показывает лучшие результаты. Почему? Потому что студенты безжалостные. Они не боятся ставить двойки, они не боятся ставить пятерки. И статистика показывает, что в итоге, когда задействованы большие массы людей, результаты гораздо лучше. И даже при оценке одной работы в это можно очень долго углубляться. Посмотрите исследование на эту тему. Так вот, преподаватели в современном образовательном процессе говорят нам до свидания. Их очень скоро не будет. И сегодня вы это знаете. В мире существует гигантское количество контента на любую тему. Есть темы, на которых его просто вагон, а есть темы, на которых его просто очень много. И основная роль сегодня учебного заведения, это признают все по всему миру, это создать учебную среду, в которой человеку будет комфортно обучаться, добиваться тех целей, которые поставлены, и проложить маршрут. Маршрут, вуз, это не организация, которая должна генерить содержание обучения, она должна обучать, мы должны пролагать маршрут. И для этого вот такой преподаватель в этом виде, в общем, совершенно необязательно. И когда MIT, ну просто в плохом формате, да, ну совсем-совсем скоро, глобализация уже сейчас к нам пришла, будут доступны высочайшего класса лекции, там, мы сейчас сегодня, мы делаем сегодня, мой холдинг делает такие трансграничные проекты, когда лекции, допустим, по вирусологии, сделанные там очень известным американским профессором, будут использоваться в разных вузах в мире. Местные преподаватели по вирусологии, что они будут делать? Они будут проводить локальные семинары, ну и так далее. Так что я считаю, что мы с вами немножко потрепались, как говорят, на разные темы. Я надеюсь, что вам было нескучно и интересно. Если вас хотя бы немножечко зацепил, то, пожалуйста, прочитайте серьезное письменное содержание доклада и жду вас на обсуждении. Большое спасибо.